А теперь обо всем более подробно. День семьи, любви и верности россияне отметили в минувшее воскресенье. Напомним, он отмечается в стране с 2008 года. Идея праздника основана на древней легенде о святых Петре и Февронии Муромских, принятой за образец супружеских отношений. Этот день призван привлечь внимание к российской семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. Если муж и жена живут счастливой супружеской жизнью, то день свадьбы становится для них ярким праздником, который они отмечают как день рождения. И каждый год, в зависимости от количества прожитых лет, отмечают его все радостней и торжественней. В день семьи, любви и верности в городском ЗАГСе чествовали семейные пары, служащие примером для подражания. Две золотых, две сверебренных и одна ромашковая свадьба. Супруги принимали поздравления с юбилеем долгой и счастливой семейной жизни. В году собрание депутатов существует общественный совет по семье антигенотических политиков. Ломали голову, вот так же, что нерождаемость там повысит, как, чтобы браки были счастливыми. А вот это, наверное, самый удачный пример, когда вы столько лет прожили. Это, наверное, пример для всех. Для вам доброго здоровья на этот праздник. Чтобы вы послужили и просто примером. Чтобы у вас связь, и было много таких семей. В этот день ЗАГС также был открыт для супружеских пар, желающих зарегистрировать свой брак. Счастливая семья – это прежде всего дети. В торжественной обстановке родителям малышей, родившихся в преддверии этого праздника, были вручены свидетельства о рождении. Валентина Доморадская, Айдар Насыров, программа «24 МИАС». Айдар Насырос «28 МИАС»